Неожиданно интересным получается сезон 2014-2015 в дивизии А. За две путевки в национальную дивизию борются сразу 4-5 клубов, и это не считает дубль шерифа. Про некоторые из них мы уже рассказывали в наших видеорепортажах, про другие еще расскажем. Сегодняшний же наш сюжет про неспаренскую эсперанцу, одного из кандидатов на выход в НД. Совсем недавно этот клуб был скорее мертв, чем жив. Основанная в 1991-м, эсперанца в этом же году выиграла последний чемпионат Молдавской ССР. А на свой пик вышла вперед с 1992-го по 1998-й года, проведя 6 сезонов национальной дивизии. Лишь сезон 94-95 эсперанцы провели в дивизии А, но назначенный после этого на пост главного тренера эсперанца Павел Чабану вытащил команду обратно в националку в первый же сезон. А в сезоне 96-97 эсперанца добилась своего наивысшего достижения. Заняла в национальной дивизии высокое шестое место из 16 команд и дошла до четверть финала Кубка, где в упорной борьбе уступила Зимбру. Но уже в следующем сезоне команда вновь вылетела в дивизию А. Начался период упадка и клиническая смерть. На протяжении долгих лет клуб юридически не существовал, хотя любительская команда эсперанцы из Неспарень регулярно выступала в различных региональных любительских турнирах. И лишь в 2013 году по инициативе нынешнего президента клуба Александра Гардаша команда была возрождена. Тогда еще 22-летний неспаренский парень, только закончивший институт физкультуры и спорта, убедил местные власти и спонсоров возродить команду. В итоге команду, заявившуюся в дивизию «Б», возглавил хорошо известный им Петро Ефрос, который к тому времени как раз покинул Рапид, где ему так и не удалось работаться с Виктором Астапом. Именно ему в качестве спортивного директора «Сперанцы» и была поставлена задача выйти в национальную дивизию. С приходом спонсоров и Петро Ефроса, «Сперанца» получила стабильность, как финансовую, так и спортивную. Про недавнюю плачевную ситуацию «Сперанца» лучше всего говорит и городской стадион, на котором выступает команда и который больше напоминает античный амфитеатр. В советское время эти трибуны, рассчитанные на 8 тысяч мест, частенько были забиты до отказа. Сейчас же это сооружение может лишь мечтать о посещаемости времен СССР. Под стать с трибунами газон, качество которого критиковал почти каждый соперник. Однако руководство стадиона «Сперанцы» лишь разводят руками. Вода в Неспаренах настолько плохого качества, что не годится даже для полива газона. Впрочем, совсем скоро проблемы с газоном останутся в прошлом. Всего в пяти минутах ходьбы местные власти и руководство «Сперанцы» строят новый стадион с искусственным покрытием. Новая мини-арена на 500 зрителей спроектирована по модели спортивного комплекса «Буюкань» и будет сдана в эксплуатацию до конца этого года. Уже подходят к концу и работы по оборудованию раздевалок, душевых и комнат для официальных лиц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Все делается и со стороны команды, чтобы получить заветное место в вышке молдавского чемпионата. Несмотря на не слишком уверенное начало сезона, потихоньку «Сперанца» набрала ход и закончила первый круг выше всех остальных кандидатов на повышение в классе. Пока Эфрос старший занят вопросами инфраструктуры и организационными моментами, его 22-летний сын, Кристиан Эфрос, в качестве главного тренера команды, решает спортивные задачи. Несмотря на свою молодость и неопытность, Кристиан не позволяет отцу вмешиваться в свои тренерские дела. Он не позволяет, абсолютно не имеет никакого работы. Если мы везем вестер, мы мотивируем экипу, мы говорим что-то не тактическое. Что-то связано с стратегией, тактической, уроком, что-то не тактическое. И так далее, мы делаем хаос. Тренируется «Сперанца» каждый день, что, откровенно говоря, редкость для полупрофессиональной дивизии «А», где порой игроки видят друг друга от игры к игре. Проводятся тренировки в Кишиневе, на Рыжкановке, на базе, пожалуй, главного конкурента на попадание в НД «Виктория». Готовиться к возможному выступлению в национальной дивизии «Сперанца» начнет уже в этом межсезонье. Команда планирует провести сбор, взять опытных игроков, чтобы к высшему дивизиону успеть наиграть состав. У Петри и Фроса и спонсоров клуба полное взаимопонимание, построенное на долгих годах знакомства. Иди на ней в мнение, что перед командой надо ставить задачи гораздо интереснее, чем просто участие в национальной дивизии. Готовиться я в этой эхипе, потому что я знаю с кем я связан в этой эхипе. И если мне осталось здесь, не только в состоянии, чтобы сделать эту эхипу в следующий год, для группы европейные. Получится ли у клуба все задуманное или нет, покажет время. Если получится хотя бы наполовину, в национальной дивизии может появиться еще одна крепкая команда. Если команда умеет выйти в национальной дивизии, она станет обладателем уникального рекорда. Ни одному клубу еще не удавалось вернуться в НД спустя 17 лет.